Это Пульс Дня, и мы продолжаем. В Госдепартаменте прокомментировали ситуацию на границе Польши и Беларуси. Режим Лукашенко призвали немедленно прекратить кампанию по организации потоков нелегальных мигрантов в Европу. Мы обеспокоены тревожными новостями с белорусско-польской границы. США решительно осуждают политическую эксплуатацию беженцев режимом Лукашенко. Мы призываем немедленно прекратить кампанию по переброске мигрантов из третьих стран к границам Евросоюза. Режим Лукашенко отказывается соблюдать международные обязательства и подрывает мир и безопасность в Европе. Ситуация обостряется каждый день. Речь Посполитая стянула армию на госрубежи для их охраны. Там же возвели забор из колючей проволоки. В ночное время суток его пытаются разрушить белорусские пограничники. А уже в дневное нелегалы, которые живут в нескольких метрах от него в палатках в нейтральной зоне. Накануне они пустили в ход бревна, лопаты и ломики. По разным оценкам, количество рекрутированных режимом Лукашенко нелегалов из мусульманских стран Ближнего Востока и Африки достигает цифры в несколько десятков тысяч человек. Мы знаем, что это запланированная акция, цель которой нарушить суверенитет нашего государства. Для нас все абсолютно ясно. Они просто ищут наши слабые стороны. В Минске при этом отрицают, что миграционный кризис это дело рук дорогого руководителя. Режим Лукашенко обвиняет Европу и, что самое любопытное, Соединенные Штаты в цитата тяжелом положении людей, оказавшихся на границе. Конец цитаты. А также обвиняют Польшу в негуманном отношении к мигрантам. Из Минска доносится заявление, это якобы именно Варшава по международному праву обязана пропустить этих людей через границу. А уже после власти Речи Посполитой, по версии опять-таки режима Лукашенко, обязаны рассмотреть прошение об убежище. Почему мигранты не просят убежище в самой Беларуси, режим минского диктатора не сообщает. Впрочем, ситуация обостряется не только на польских рубежах. Аналогичные проблемы испытывает и Литва. Накануне группа переселенцев численностью около 500 человек пыталась также в обход КПП нарушить госграницу. К разговору подключается пресс-секретарь Светлана Тихановская, лидера белорусского протеста Анна Красулина. Анна, добрый вечер. И вот первый вопрос. Вообще действительно это интересно, почему вдруг у Лукашенко выясняется, что в этой ситуации виноваты Соединенные Штаты, Европа, в частности Варшава. Дальше говорят о каком-то негуманном отношении к этим людям в Литве и в Речи Посполитой. Такое ощущение, что он просто откровенно издевается. А как в штабе Светлана Тихановская оценивает эту ситуацию? Ну смотрите, начнем с того, что этот кризис, это продукт, это то, что создано ручками, я не говорю там мозгами, да, потому что кто-то посоветовал, но ручками совершенно конкретно режима. Они сами, они приглашают людей, они берут за это деньги, они берут, говорят, за это такие нормальные деньги от 4 тысяч долларов и выше, я слышала, ставки до 16 тысяч из человека. То есть они делают бизнес на том, что они привозят тысячи людей, размещают их, бросают. Кстати, в Минске они уже теперь ночуют где-то там на улицах и около магазинов, и в спальных мешках, во дворах. А после этого этих людей выпирают на границу и силком, силком пихают через границу. Мы это наблюдали и можем просто видеть. Кстати говоря, Литва уже ввела сегодня, по крайней мере такое предложение прозвучало, ввести в районах, прилегающих к границам, чрезвычайное положение в связи с вот этой ситуацией. И поэтому, конечно, мы еще раз повторяем, что это создано специально для того, чтобы отомстить Европейскому Союзу за то, что он поддерживает демократические ценности и поддерживает народ Беларуси и принимает какие-то меры по защите белорусского народа. Именно поэтому Лукашенко все это и делает. То есть это просто месть, это просто попытка нагадить. Как он говорил, ах, вы меня, значит, не хотите, а я вот так еще могу. То есть это такое, знаете, навалить кучу около двери соседа и считать, что вот я такой молодец, меня заметили. Вот для него сейчас принципиально важно, чтобы его заметили, вот, и начали разговаривать с ним и переключились на решение вопроса. То есть вот сейчас мы видим уже, что действительно раздаются какие-то голоса, очень такие разнонаправленные, что, может быть, Польша должна была бы тогда принять этих людей, потому что их жалко. Может быть, Польша не так прямо, ну, по-доброму и хорошо с ними поступает, ведь у нас же права человека, и мы должны их соблюдать. Самое смешное, что об этом говорит режим Лукашенко, что права человека надо соблюдать. Вот это вот, мне кажется, самое интересное в этой ситуации. Ну, тут, понимаете, тут, как бы, знаете, как, как это, логика, но какую логику вы хотите найти, если вы ее там не оставляли? Ну, как бы, это даже не надо про это думать, вот. Так вот, Тихановская и ее офис мы говорим еще раз. Лечить нужно не симптомы, не кризис на границе, лечить нужно, избавляться нужно от причины. Причина является Лукашенко. И что еще он придумает, что еще в его больную голову заронят те или другие советчики, нам с вами остается только гадать. Поэтому любые, вот нам сейчас нужно быть последовательными, нам нужно быть едиными и консолидированными, и общее решение, и все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы просто решить проблему в ее, вот ее первопричину. А это Лукашенко, который проиграл выборы, незаконно удерживает власть, и, в принципе, за счет наемников держится на этом месте. Его нужно лишить ресурсов для того, чтобы он не смог этим наемникам платить. Вот и все. И сами собой рассосутся эти толпы мигрантов. Кстати говоря, читала в Фейсбуке такой интересный совет, как можно разрулить всю ситуацию. Германия может сказать, что вот этих всех людей, которые скопились на границах, она оформит в немецком посольстве в Москве. И там поставить их в очередь, и в час по чайной ложке рассматривать их дела. А вот вы, кстати, не зря упомянули Москву, потому что как раз-таки в режиме видеоконференции Лукашенко и главный кремлевец, обитатель бункера, собственно, о чем-то договорились и приняли какие-то невнятные пункты. Так до конца непонятно, что это за глубокая интеграция. Вы насколько глубоко эту интеграцию видите? — Значит, Лукашенко не имеет никаких прав, что бы то ни было подписывать от лица белорусского народа или белорусского государства. Он никто, звать его никак. Мало того, что человек, проиграв выборы, не ушел, так он еще и, как это сказать, заслужил, по сути дела, уже звание не только последнего диктатора, но и террориста, по которому готовится трибунал. То есть человек совершенно закусил у дела, мечется и не знает, как еще обратить на себя внимание, и, в частности, пытается еще заигрывать с Путиным, который, надо отдать ему должное, с большим презрением проделал вот эту комбинацию. Когда нечто подписали, Путин там через губу, глядя, значит, через с экрана, что там Лукашенко какую-то бумажку подписывает. Поэтому, в принципе, мы даже не, как вам сказать, никого не агитируем рассматривать, что именно там они подписали, хотя эксперты говорят, что ничего нового, все то же самое, топчется там же на месте. Кстати, Путин это тоже понимает, что ничего нового, как вам сказать, с паршивой овцей хоть шерсти клок, так вот с Лукашенко уже и шерсти клок не получится. То есть все, вот все. И вот эта вот ситуация, когда, ну вот паршивая овца, как бы, да, с которой вот как-то надо выруливать. Вот, значит, Путин с экрана, который можно поставить монитор повыше, значит, он сверху вниз смотрит на Лукашенко, и вот думает, что уже с этой, значит, вот паршивой овцой. В общем, как решать? Ну что ж, как решать ситуацию с паршивой овцой, а также с кризисом на границах, которые сейчас испытывают страны Восточной Европы? Мы говорили с пресс-секретарем лидера белорусского протеста Светланы Тихановской, Анной Красулиной. Анна, спасибо. Что ж, к этой минуте у меня все. В рубрике по скриптам с вами встретится моя коллега Наталья Быстрицкая. Я же с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok